И друзья, здравствуйте! С вами снова Меландрич ТВ и я Наташа Йорга. Сегодня мы с вами на премии для успешных женщин. Мы задавались вопросом, кто же такая успешная женщина еще с курсов Марии Тархановой, но сегодня мы воочию видим тех самых настоящих успешных леди высшего пилотажа. Ну что, я думаю, мы не будем с вами, как всегда, задерживаться. Пойдем с ними познакомимся, потому что, правда, это очень интересно. В реалиях современного мира, который у нас бежит, оставаться мягкой, но при этом в бизнесе жесткой. Как сохранить эту грань? У меня, пожалуй, будет очень короткий ответ. Нужно родить детей, и желательно ни одного. Тогда вы будете оставаться женственной, красивой, милой. То есть работа работой, конечно. Когда мы приходим домой, мы, естественно, погружаемся в семью, в детей. И они не позволяют нам быть жесткими, оставаться жесткими. То есть нужно уметь, конечно, переключаться. Но и самое главное, наверное, мое кредо и, скажем так, мой девиз по жизни – я люблю людей, честно. Оставаться мягкой мне помогают мои друзья, мое хобби, мое увлечение. Я очень люблю спортивные машины. Вы по графику живете или все-таки это более хаотичная структура? Нет, это, скорее всего, хаотичная структура. Вы знаете, хороший бизнесмен, хороший руководитель – это тот руководитель, у которого бизнес работает без него. То есть передо мной сейчас нет никаких границ, никаких преград. И если хочешь дотянуться до звезды, нужно тянуться до Луны. Вот, ну, наверное, как-то так. У нас в истории очень много великих женщин, да? У вас есть какая-то одна из персон, может быть, несколько, которым бы вы могли равняться, которые были для вас таким неким светочем? Трудно сейчас сказать. Ближество равняется на меня, потому что я очень успешная. За 4 года я взлетела, как будто работала в 20 или 30 лет. И стала очень успешной, потому что я это мечтала. А как бы сказать, что я на кого равняюсь? Ну, наверное, на многих равняюсь. Хорошо. Вот девушка просыпается утром одна и говорит, я хочу стать успешной. Какой у нас первый шаг к этому, для того, чтобы стать успешной? Конечно, если я не проснется, чтобы стать успешной, какой шаг? Да, хочу. А что хочу? Я тебе сейчас напишу план, план, действия, первые шаги, какие нужно делать? Я хочу. И написать, что ты хочешь, мечту свою. Обычно я говорю мечту и цель к ней идти. Потому что мечта без действия и мертва. Нужно действие. Самое главное, что я им хочу пожелать, это чтобы они любили, ценили, любили всех вокруг. И были такими сильными, чтобы они были лидерами. Потому что они всегда были счастливы с энергетикой, как они есть. И самое главное, я им желаю только мудрость. Тем больше мудрости, тем больше энергии, тем лучше все будет вокруг. И мы будем на них только смотреть, как и восхищаться, что нам надо как раз. Так что это я все желаю. Самого большого успеха. Я желаю, чтобы все девушки оставались в легкости. Чтобы все цели, которые достигаются, они тоже давались легко и с удовольствием. Я думаю, что это самое главное. Для вас некой мотивацией двигаться дальше было что? Вот я люблю говорить, у меня выбора не было. Вот у меня не было ситуации в жизни, где бы я могла отдохнуть и расслабиться. Я как раз-таки двигалась через трудности, потому что никто за меня больше ничего не решал. Это было время после развода, поэтому мне пришлось быть сильной самостоятельно. Я не понимаю этого выражения, честно не понимаю. Женщина должна быть слабой. Это сейчас очень популярно, модно стало. То есть, мне кажется, женщина должна быть априори самкой и сильной взрослой. Да, потому что привилегее быть, а я хочу розовое платье и ничего не решать, то это не совсем по-взрослому. Ну что, дорогие друзья, насмотревшись на этих леди, мне почему-то захотелось почувствовать себя немножечко шальной императрицей. И девочки, я выбрала для этого подходящей. Увидали мы много, услыхали мы еще больше, друзья. Теперь у нас есть как минимум мысли в голове по поводу того, что делать с той мечтой, которая, может быть, у нас сидит давно, а мы никак не можем ее из себя извлечь. Дорогие друзья, просто начать действовать. На самом деле, как я, поговорив с нашими замечательными дамами, поняла, это единственное, с чего мы можем начать. Просто начать действовать. С вами была Меландрич ТВ и я, Анташа Йорга. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова